Привет всем космическим странникам! Бывают времена, когда особенно сильно хочется оказаться где-то далеко в космосе. Можно даже у черной дыры. Как раз сейчас астрономам, похоже, удалось найти ближайшую к нам. Давайте попробуем вспомнить, что мы всего лишь беззащитные маленькие существа, живущие на одной хрупкой планете в бескрайней Вселенной. Для этого можно ненадолго погрузиться в новости космоса. Итак, полетели. Первая новость как раз связана с нашими попытками стать чуть менее беззащитными перед угрозами из космоса. 27 августа в 2 часа ночи по московскому времени космический аппарат НАСА ДАРТ прекратил свое существование, столкнувшись со струидом Диморф на скорости более 6,5 км в секунду. И для всех, кто следил за миссией ДАРТ, это был долгожданный момент. Напомню, ДАРТ отправился в космос 24 ноября прошлого года на ракете Falcon 9, чтобы целенаправленно изменить орбиту астероида Диморф диаметром примерно 150 метров. Диморф является спутником более крупного астероида Дидим диаметром около 800 метров и вращается вокруг него по орбите с радиусом чуть более 1 км и периодом около 12 часов. Согласно расчетам, столкновение с 600-килограммовым ДАРТом должно уменьшить период обращения Диморфа вокруг Дидима лишь на несколько минут. Но для земного наблюдателя оба астероида периодически затмевают друг друга, так что прогнозируемые изменения будут вполне заметны. Суть эксперимента в том, чтобы изучить эффективность применения кинетического оружия против потенциально опасных астероидов. Ведь даже небольшое заблаговременное воздействие способно увести астероид от траектории столкновения с Землей. При этом сама пара Дидим-Диморф никакой угрозы для нашей планеты не представляет и выступает исключительно в качестве подопытной. А теперь о том, как все происходило. 11 сентября ДАРТ начал готовиться к столкновению, выпустив 14-килограммовый итальянский кубсат. Следующее важное событие произошло уже накануне удара, за 4 часа до него, когда ДАРТ перешел на автономную систему навигации, чтобы самостоятельно навестись на стремительно приближающуюся цель. Когда до столкновения оставалось около 2 часов, НАСА запустило прямую трансляцию с камеры ДАРТа ДРАКО. Изображения передавались каждую секунду и принимались на Земле с задержкой менее 1 минуты. Попутно ДРАКО использовалась система навигации для распознавания цели и наведения. Сперва она следила за Дидимом, а когда в кадре стал различим Диморф, переключилась на него. Но самое интересное началось за несколько минут до столкновения, и лучше это увидеть своими глазами. Когда стали различимы детали на поверхности Диморфа, нашему взору предстала куча слипшихся валунов разных размеров, похожие на другие изученные околоземные астероиды, Итакава, Бену и Рюгу. Своё последнее целое изображение Дарт передал с расстояния примерно 12 километров от цели, запечатлев участок Диморфа поперечником чуть более 30 метров. Через пару секунд его миссия с триумфом завершилась, и за этим моментом пристально следили другие космические аппараты. Ближе всех к месту событий был заблаговременно выпущенный Дартом Кубсат, который наблюдал за столкновением с дистанцией в несколько десятков километров. Он запечатлел вспышку в момент удара, а затем разлетающиеся во все стороны потоки обломков. Также к наблюдениям из космоса, хоть и издалека, присоединились Хаббл и Уэб. Наземные обсерватории тоже получили свою порцию зрелищ и научных данных. Астроном-любитель Денис Поляков следил за Диморфом до и после столкновения. Но на этом все только началось. Впереди у ученых наблюдения за изменением периода обращения Диморфа, многочисленные расчеты и модели. А через 4 года к потревоженным астероидам прибудет европейский аппарат Гера, который займется подробным изучением оставшегося на поверхности Диморфа кратера. И потом можно смело думать об отправке Брюса Уиллиса на заслуженную пенсию. Вернемся буквально на минутку на землю, чтобы не забыть утеплиться на осень и зиму. Если вы подписаны на канал давно, то помните, что многие ролики выходили при поддержке сайта Всемайки. И сейчас я решила заказать там вот такую куртку. Просто я знаю, что всегда найду у них любой космический принт, а это важный для меня пунктик при выборе одежды. И нанесение принта выполнено круто. Ну и сама куртка порадовала качеством. Она аккуратно прошита, у нее очень мягкий и приятный к телу флисовый подклад. Есть удобные карманы и капюшон. А на подоле есть резинка с фиксаторами, так что ветер не будет задувать. Кроме курток, тут огромный выбор одежды с принтами и космической тематики, и любой другой. Например, музыка, игры, кино, котики и так далее. Еще здесь вы можете заказать хлопковые вещи без принтов, если хотите пополнить базовый гардероб. Сканируйте QR-код на экране или используйте ссылку в описании, чтобы попасть на сайт Всемайки. А по моему промокоду SPACE922 будет еще и скидка 10%. Она суммируется со всеми акциями на сайте. Приятных покупок! А теперь к черной дыре. Еще в 1916 году Карл Шварцшильд предположил существование черных дыр как решение уравнений гравитационного поля Эйнштейна. Позже астрономы стали находить кандидатов в черные дыры по косвенным признакам. А к апрелю 2019 года было опубликовано первое в истории изображение так называемой тени сверхмассивной черной дыры. Эти объекты порождают поистине экстремальные условия, поэтому мы к ним так неравнодушны. Расчеты показывают, что только в нашей галактике должно быть как минимум около 100 миллионов черных дыр. Но найти их очень сложно. Мы наблюдали примерно 20 из них. И обычно только потому, что в паре с черной дырой находилась звезда, вещество которой поглощалось темным соседом. Не весь звездный материал сразу попадает в пасть черной дыры. Какая-то часть обращается вокруг нее с огромной скоростью и испускает мощное рентгеновское излучение, выдавая таким образом местонахождение невидимого обычно объекта. Но если компаньоны в такой двойной системе разделены большим расстоянием, черная дыра остается в состоянии покоя, ничего не поглощает и скрывается от взора любопытных астрономов. Но не тут-то было, даже при таком сценарии ее возможно вычислить благодаря сильнейшей гравитации. Для этого международной команде астрономов понадобились результаты наблюдений обсерватории Гайя. Напомню, что с помощью этого космического телескопа почти 10 лет проводились измерения положения, расстояния и собственного движения почти 1 миллиарда астрономических объектов, чтобы создать самую точную трехмерную карту нашей галактики. Но в данном исследовании ученые анализировали только третий выпуск данных Гайи, который насчитывает почти 170 тысяч звезд, орбиты которых говорят о принадлежности их к двойным системам. Дело в том, что если одна звезда обращается вокруг другой, она очерчивает на небе маленький эллипс. В большинстве случаев заметить такое движение невозможно, но относительно близкие к нам двойные системы с большим расстоянием между компаньонами Гайя обнаружить может. Астрономы искали сильно растянутые орбиты, которые намекали на то, что одна из звезд должна быть очень массивна. Такое светило будет ярким, Поэтому, если движение звезды в системе указывает на присутствие массивного соседа, отсутствие яркого свечения такой пары дает ученым весомый повод заподозрить наличие в ней черной дыры. Итак, изучив данные Гайи, астрономы выявили несколько многообещающих кандидатов в подобные звездные системы, но после более тщательного анализа остался один, самый подходящий. Взор ученых пал на звезду класса G в созвездии Змееносца, которая получила вот такое длинное обозначение или краткое Гайя BH1. Оно очень похоже на Солнце, хотя немного холоднее и меньше по массе. Рядом с ней нет других светил, но при этом ее движение по вытянутой эллиптической орбите выдает соседство с массивным объектом. Размер орбиты и орбитальный период в 185,5 дней дают ограничение на массу ее невидимого компаньона около 10 солнечных масс. Обычная звезда такой массы была бы в тысячи раз ярче своей сожительницы, похожей на Солнце, что звучит как веский аргумент в пользу черной дыры. Но на этом ученые не остановились и подтвердили свои выводы спектральными наблюдениями с помощью нескольких различных наземных обсерваторий. Это помогло уточнить скорость звезды, которая составила более 100 км в секунду, что тоже указало на очень массивного компаньона. Спектр также показал, что объект этот действительно темный. А с помощью метода параллакса получилось выяснить, что Гайя BH1 находится примерно в полутора тысячах световых лет от нас, что делает ее ближайшим к Земле известным кандидатом в черные дыры. Кстати, пару лет назад уже было объявлено об открытии самой близкой к Земле черной дыры на расстоянии всего тысячи световых лет в звездной системе HR 6819. У меня на канале даже был отдельный ролик об этом. Но тогда существовало и альтернативное объяснение наблюдений без привлечения черной дыры. В итоге, после новых наблюдений и анализа данных, в мае этого года первоначальные открытия опровергли, и сейчас HR 6819 считается двойной звездной системой без черной дыры. В случае с Гайя BH1 альтернативных гипотез сейчас нет, но в любом случае открытие пока невозможно подтвердить на 100%, поэтому правильно будет называть обнаруженный объект кандидатом в черные дыры. Интересно, что астрофизики развернули кампанию по поиску таких скрытых черных дыр в Млечном Пути еще 4 года назад, и только сейчас удалось найти действительно убедительные улики, хотя подозреваемых было много. И, возможно, наш случай просто не является типичным. Обычные сценарии эволюции звезд в таких двойных системах подразумевают, что светило должно находиться ближе к черной дыре, а здесь звезда обитает так же далеко от черной дыры, как Марс от Солнца. Нам известны обстоятельства, при которых могло быть достигнуто такое большое расстояние, просто они встречаются редко. Как говорится, многие звезды должны были сойтись. Поэтому главный вопрос сейчас в том, насколько распространены похожие системы. Возможно, в нашей галактике есть целые популяции скрытых черных дыр, что заставит ученых внести поправки в наше понимание звездной и галактической эволюции. А может, Гая BH1 – это исключение, которое нам просто повезло найти. Чтобы прояснить ситуацию, нужны новые данные, и получить их можно будет в четвертом выпуске результатов Гая, где в том числе будет содержаться подробная информация обо всех наблюдаемых двойных системах. Все сложнее становится черным дыром скрыться от астрономов. А сейчас проверим, как обстоят дела у телескопа имени Джеймса Уэбба. К сожалению, одна из новостей плохая. С нее и начнем, пожалуй. Еще 24 августа в инструменте среднего инфракрасного диапазона МИРИ возникла неполадка, которая затронула один из его режимов наблюдения. Всего МИРИ имеет 4 режима – визуализацию, спектроскопию низкого разрешения, коронографию и спектроскопию среднего разрешения. Именно с модулем, ответственным за последнюю функцию, и возникла проблема. В роликах о Уэббе я рассказывала, как сложно устроены его приборы, и что одновременная работа в разных диапазонах спектра обеспечивается при помощи дихроичных фильтров, то есть оптических элементов, которые разделяют луч на пучки с различным спектральным составом. Спектрограф среднего разрешения работает в диапазоне длин волн от 5 до 28 микрометров, который приходится делить дихройками аж на 12 поддиапазонов. Но для одновременной регистрации это многовато, и прибор ограничен четырьмя каналами. То есть в каждый момент времени свет, попадающий в спектрограф, проходит через три дихроичных фильтра, что дает четыре пучка, три отраженных и один, прошедший через все фильтры. Пучки имеют разный спектральный состав и идут к своим дифракционным решеткам. Решетки разлагают свет на спектр, и далее он поступает к детекторам. И чтобы охватить весь рабочий диапазон, требуется последовательно сменить три конфигурации дихроиков и дифракционных решеток. Для этого их смонтировали на вращающихся колесах, два колеса с дихройками и два с решетками. Они вращаются синхронно и имеют три рабочих положения, то есть те самые три конфигурации, в каждой из которых происходит регистрация излучения в четырех поддиапазонах из 12. Колеса имеют высочайшую точность и работают при температурах вблизи абсолютного нуля, то есть являются очень непростыми механизмами. Но, к сожалению, в работе одного из колес с дифракционными решетками возникла аномалия, которая, по-видимому, заключается в увеличении трения при его вращении. Сейчас команда Уэба ищет причины возникшей неполадки и вырабатывает стратегию дальнейших действий. При этом работа спектрографа среднего разрешения пока приостановлена. Но все остальные режимы мире по-прежнему доступны и используются по плану. Вообще же, спектроскопия среднего разрешения – очень полезный режим наблюдения, позволяющий получить спектр для каждого пикселя в узком поле зрения. Это позволяет проводить детальное изучение протяженных объектов, например, исследовать молекулярный состав протопланетных дисков. Так что мы будем следить за развитием ситуации и надеяться на ее благополучное разрешение. Тем временем продолжается публикация фотоснимков Уэба, и 21 сентября нам показали Нептун, сфотографированный еще в июле. Нептун – самая далекая планета Солнечной системы и поэтому самая загадочная. За всю историю человечества изучением этого гиганта с близкого расстояния занимался лишь один аппарат – Voyager 2, пролетевший в его окрестностях в далеком 1989 году. Конечно, Уэбу приходится вести наблюдения издалека, но полученное им изображение стало самым детальным портретом Нептуна за последние 30 лет. Что же мы увидели? Поскольку Уэб снимает в невидимом для глаз инфракрасном диапазоне, цвета на его снимках искусственные, и планета на них отличается от привычного голубого шарика. Присутствие метана, поглощающего инфракрасное излучение, делает атмосферу Нептуна на фотографии Уэба довольно темной. Исключение составляют облака из метанового льда. В отличие от газообразного метана, они хорошо отражают солнечный свет и выглядят яркими. Так что неспокойную газовую оболочку гиганта удалось запечатлеть во всей красе, с вихрями, полярными областями и тянущимися в широтном направлении полосами. Все эти быстроменяющиеся масштабные образования являются свидетельством протекания бурных процессов, включая ветры, которые в верхнем облачном слое могут дуть со скоростью до 600 метров в секунду, что приближается к скорости звука в этой среде. Еще одна сокровищница Нептуна, в которую люди редко заглядывают, это его спутники и кольца. Кольца Нептуна были обнаружены еще до Вояджера, по изменению яркости звезд на фоне во время транзитов по ним. Но, как нетрудно догадаться, первые изображения нептунянских колец сделал именно Вояджер 2, и до сих пор они остаются самыми детальными. Больше того, некоторые разреженные кольца с тех пор ни разу не наблюдались, до тех пор, пока Нептун не оказался в поле зрения Уэба, и ему удалось запечатлеть даже эти тусклые полевые образования. Что касается спутников, Уэбб смог разглядеть 7 из 14 известных питомцев Нептуна, среди которых особенно выделяется крупный и яркий тритон, окруженный дифракционными лучами, то есть артефактами, обусловленными конструкцией телескопа. Впрочем, столь высокая яркость тритона на этом фото тоже имеет искусственное происхождение. Чтобы увидеть тусклые кольца Нептуна и яркие детали его атмосферы, пришлось прибегнуть к комбинации более длинных и коротких экспозиций. То есть пересвеченный Нептун заменили нормальным, а тритон оставили из более светлого снимка. В действительности, в видимом свете тритон примерно в полторы сотни раз тусклее Нептуна. И хотя в инфракрасном диапазоне эта разница чуть меньше, все равно тритон заметно темнее. В начале сентября наш сосед по Солнечной системе Марс также стал целью Уэбба. И если Нептун сложно изучать из-за его удаленности от нас и от Солнца, то в случае Красной планеты проблемой является ее близость. Дело в том, что Уэбб строили в первую очередь для наблюдения за очень тусклыми объектами, а Марс, который без труда виден с Земли невооруженным глазом, для него слишком ярок. Из-за этого при съемке пришлось использовать наиболее короткие выдержки и специальную обработку. Но все же Уэбб справился. На фотографиях, полученных камерой ближнего инфракрасного диапазона Ниркам, мы видим поверхность Марса на двух длинных волн. Верхнее изображение показывает Красную планету на длине волны 2,1 микрометра, и в основном на нем видны те же детали, которые можно наблюдать в видимом диапазоне или на карте, построенной по данным лазерного альтиметра, то есть различные формы рельефа, горы, кратеры и тому подобное. А вот на длине волны 4,3 микрометра получилась менее привычная картина. Здесь показано тепловое излучение поверхности планеты, интенсивность которого закодирована в различных видимых цветах. Желтый соответствует наибольшей интенсивности, а синий – наименьшей. То есть это изображение отображает разницу температур поверхности Марса в разных точках. Ожидаемо, что самые теплые области – те, что получают наибольшее количество солнечного света. Но на снимке видны и некоторые детали, не подчиняющиеся этому правилу. Так, большим темным и, по идее, холодным пятном выделяется равнина Эллада – крупная низменность ударного происхождения, расположенная в южном полушарии Марса. На самом деле, с температурой там все обстоит примерно так же, как и в окружающих ее регионах, и наблюдаемая разница в интенсивности исходящего теплового излучения имеет иную природу. Поскольку равнина Эллада находится ниже, чем ее окрестности, атмосфера там немного плотнее, а углекислый газ, из которого в основном состоит газовая оболочка Марса, хорошо поглощает инфракрасное излучение. То есть наблюдаемое затемнение равнины связано не с температурой грунта, а с экранированием части теплового излучения более плотной атмосферой. Помимо фотосъемки, Уэбб использовал спектрограф ближнего инфракрасного диапазона Нирспек и получил подробный инфракрасный спектр Марса. Он содержит информацию о горных породах, облаках, пыли и составе атмосферы. Без труда в спектре заметны полосы поглощения воды, углекислого и угарного газа, а также другие спектральные признаки. В будущем ученые надеются исследовать региональные различия марсианской поверхности по множеству параметров, а также вести поиск следов некоторых газов, в частности метана и хлористого водорода, которые очень важны для понимания судьбы марсианской органики. Говоря про Уэб, не забываем про Хаббл. А как насчет обнуления срока его службы? В конце сентября SpaceX и NASA подписали соглашение о проведении исследования, в рамках которого стороны рассмотрят возможность подъема орбиты телескопа. За три с лишним десятилетия, проведенных в космосе, Хаббл пять раз навещали астронавты на борту спейс-шаттлов, чтобы провести очередную модернизацию или ремонт. Последняя такая экспедиция состоялась в 2009-м, а после окончания эксплуатации шаттлов Хаббл остался в одиночестве. Хотя он продолжает радовать нас удивительными снимками, на его борту то и дело возникают неполадки, а высота орбиты неуклонно снижается. Но в SpaceX считают, что старичку можно помочь. Компания в партнерстве с программой Polaris взялась проанализировать технические аспекты сближения, стыковки и подъема орбиты телескопа при помощи космического корабля Dragon. Пока речь не идет о планировании конкретной миссии и вообще о финансировании этой инициативы космическим агентством, так что на данном этапе предполагается лишь теоретическая проработка вопроса, которая займет около полугода. Кроме того, другие компании также смогут предложить свои варианты с использованием своих ракет и космических аппаратов. Подъем орбиты Хаббла при условии отсутствия критических поломок в ближайшее время позволит продлить его миссию на несколько лет. А для следующей космической новости мы опять направим свой взор обратно на Землю. Точнее, на дно океана возле северных берегов Папуа-Новой Гвинеи. Ведь именно туда сейчас готовится астрофизическая экспедиция, которая будет искать фрагменты первого межзвездного метеорита. Эта история началась 8 января 2014 года, когда американские спутники противоракетной обороны зарегистрировали вспышку от входа в атмосферу небольшого метеороида величиной около метра над островом Манус. Космический гость выделялся из сотен других своей необычайной скоростью в 60 км в секунду. В 2019 году после анализа параметров направления, скорости и массы объекта ученые Гарвардского университета Ави Лёб и Амир Сирадж пришли к выводу, что это было первое зарегистрированное падение межзвездного метеорита, и ему было присвоено обозначение IM1. Чтобы удостовериться в правильности своих выводов, ученые долго вели переписку с представителями Министерства обороны США и в апреле 2022 года, наконец, получили ответ, который однозначно подтвердил их догадку о внесолнечном происхождении попавшего на Землю объекта. Напомню, что в последние годы мы уже наблюдали за двумя межзвездными гостями нашей Солнечной системы. Это был астероид Омуамуа и комета Борисова. Тем временем, применив наработанные методы поиска на все зарегистрированные метеоры из каталога Центра изучения околоземных объектов, в начале этого сентября Ави Лёб и Амир Сирадж опубликовали еще одну такую находку – метеор, который осветил небо в марте 2017 восточнее берегов Португалии. Этот межзвездный объект был чуть больше предыдущего, но двигался немного медленнее со скоростью около 40 км в секунду. Ему было присвоено обозначение IM2. Изучив кривую блеска обоих объектов во время их полета и разрушения в атмосфере, ученые выяснили, что по своей стойкости к механическому давлению и высоким температурам они занимают первое и третье места в списке из нескольких сотен изученных метеоров, а статистически это уже мало похоже на совпадение. Такую стойкость объяснил бы необычный состав межзвездных камней. По мнению Амира Сираджа, они могут содержать высокие концентрации тугоплавких или редкоземельных металлов, таких как Рений, Осмий, Вольфрам и так далее. А их огромная скорость наводит на мысль, что это может быть фрагмент так называемой шрапнели от сверхновой, то есть разогнанным обломком от взрыва сверхновой, а может, чем черт не шутит, даже килоновой. Если это действительно так, нам предстоит пополнить копилку знаний об эволюции сверхновых и о средней плотности межзвездного пространства. Однако, чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, надо сначала найти остатки упавших метеоритов, что возвращает нас на дно океана возле Папуа-Новой Гвинеи. И здесь все выглядит очень оптимистично. Ведь Амир Сирадж, который будет возглавлять эту экспедицию, уже собрал необходимые средства и команду. А место главного научного советника в этом проекте занял доктор Марк Фрис из НАСА, который несколько лет назад успешно руководил океанскими экспедициями по поиску обломков метеоритов на дне океана после регистрации их вспышки. Сам Марк Фрис утверждает, что большая глубина океана в этом случае будет положительным фактором, потому что предполагает лучшую защиту разыскиваемых камней от морских течений. В данный момент уже определен квадрат поиска 10 на 10 километров и изготавливается подводная магнитная драга, которая будет тянуться за кораблем на глубине 1700 метров. Сам корабль еще не выбран, но, например, знаменитый океанограф Боб Баллард предложил свое поисковое судно. Также Амир строит планы по сбору фрагментов второго межзвездного метеорита возле берегов Португалии. Ну а мы будем следить за приключениями астрофизиков на дне океана. И немного новостей из параллельной вселенной. Состоялся первый полет в рамках соглашения о перекрестных полетах на МКС, заключенного этим летом между Россией и США. Соглашение подразумевает, что в состав экипажа российских космических кораблей будет входить американский астронавт, а на американских кораблях будет лететь российский космонавт. Такое сотрудничество необходимо для безопасности и поддержания работоспособности космической станции, если какая-то из сторон не сможет совершить запланированный запуск с экипажем, на станции всегда будет как минимум один астронавт НАСА и один космонавт Роскосмоса для обслуживания своего сегмента. И 21 сентября с космодрома Байконур к МКС успешно стартовал российский пилотируемый космический корабль «Союз МС-22» с космонавтами Роскосмоса Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным и астронавтом НАСА Франциско Рубио. Сам корабль получил имя Константина Эдуардовича Циолковского в честь 165-летия со дня рождения основоположника теоретической космонавтики. Полет проходил по короткой двухвитковой схеме сближения и уже после трех часов полета корабль с экипажем 68-й длительной экспедиции был успешно пристыкован в автоматическом режиме к модулю «Рассвет». А тем временем астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти запечатлела с борта МКС завораживающий шлейф от запуска «Союз МС-22». Теперь в рамках этого же соглашения космонавт Роскосмоса Анна Кикина, которая тренировалась в составе экипажа МС-22, отправится к МКС с мыса Канаверал на корабле Crew Dragon с миссией Crew-5 уже в начале октября. На этом у меня все. Надеюсь, вам было интересно. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает космическую комнату на Boosty, Patreon и другими способами. На этих платформах скоро сделаю розыгрыш, так что если у вас тоже есть возможность и желание поддержать Space Room, можно подписаться по ссылочкам в описании. Там же вы найдете ссылки на источники информации для этого видео и на другие соцсети. До новых встреч под ясным мирным небом!